На этот праздник не печатают приглашений. Дата 12 июня, День России, День поселка. Уже много лет прописано в памяти и сердце всех, кто живет в этом благословенном уголке Одинцова. В числе первых поздравить жителей Немчиновки приехала из Москвы семья Немчиновых. Мне очень приятно каждый раз приезжать в Немчиновку в День Немчиновки и в День России. А сегодня особенный день, потому что сразу совпало три юбилея для меня. Первый юбилей – это, конечно, великая наша победа в 45-м году. Второй юбилей – это 140 лет Немчиновки. И третий юбилей – это 15 лет, как я каждый год приезжаю сюда и отмечаю этот великий праздник. Торжество начинается с оды Одинцовской земелюшки. Одинцовская земелюшка трепет сердце и борьба. Монастырь, их храмы светлые, береги тебя судьба. 40 человек на празднике будут отмечены благодарственными письмами и сувенирами от главы города Одинцова Александра Гусева. Первым на сцену приглашается Алексей Немчинов. Часто бывая за рубежом, он считает, что только русскому человеку присуща тоска по родине. И только в Немчиновке так бережно относятся к историческим традициям. Должен сказать, что действительно Немчиновка – это, пожалуй, единственное место в обозримом пространстве, где ежегодно отмечается праздник своего поселения. 140-летняя история Немчиновки необыкновенно интересна. Об этом рассказывают ведущие праздника. В 19 веке живописное местечко, открытое братьями Немчиновыми, стало излюбленным местом отдыха московской художественной элиты. Артисты театра МОД «Мистерия» исполняют славянский танец. Этот коллектив работает в стиле художника Казимира Малевича, который любил поселок и был похоронен в его окрестностях. Среди множества награжденных – юная Александра Суворова. Моя родина – это прекрасная страна, в ней много всего интересного. И если ко мне приедут мои иностранные друзья, то я все им покажу, и особенно наш КДЦ. Культурно-досуговый центр без малого 20 лет возглавляет Людмила Филина. Я стараюсь сделать все, чтобы наш маленький родной уголок процветал, чтобы наше поколение подрастающее росло счастливым, здоровым, умным, чтобы они были интеллигентными культурными людьми, чтобы они так же, как и я, любили свою маленькую родину. День России. Какими образами наделяет отчизну Светлана Лапшина? Я бы сказала, она достойная, красивая, и у нее большое будущее. И я в это верю. Светлана – режиссер любительского театра, отмеченного в этом году дипломом гран-при фестиваля «Одинцовские самоцветы», как и руководитель ансамбля испанского танца Наталья Янгель. В Немчиновском культурно-досуговом центре создано 20 творческих коллективов – самобытных, ярких. Художественный руководитель центра Марина Овчинникова ведет праздник. Она с любовью представляет земляков, высококлассных профессионалов и активных общественных деятелей. Как на киноленте меняются кадры. Кажется, числу народных талантов нет конца. Восхитил финал. Вокальный ансамбль, исполнявший нежную душевную песню о родной Немчиновке, неожиданно засверкал золотыми брызгами фонтанов. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания Одинцова.